Греко-римская и вольная борьба, а также грепплинг. Сегодня в Кирове стартовал всероссийский турнир по спортивной борьбе. Он посвящен памяти заслуженного тренера Советского Союза Александра Диаконова. Принять участие в состязаниях приехали около 200 спортсменов со всей страны. С некоторыми из них пообщалась Екатерина Зубарева. Федор Камаев, он в красном костюме на татаме вышел одним из первых. Несмотря на свой юный возраст, за плечами мальчика много побед. И этот поединок не исключение. Сам Федор признался, что одолеть соперника ему было несложно, так как в бою он пользовался хорошо отработанными приемами. Переводами, захватами, бросками. Он руки хватал. Перевести хотел. Посоревноваться в силе и выносливости в Киров приехали около 200 спортсменов из разных городов России. Впервые соревнования имени заслуженного тренера Советского Союза Александра Диаконова прошли в 1982 году. С тех пор турнир в нашем городе организуют ежегодно. Правда, на этот раз не все участники, которые собирались, смогли приехать. Организаторы считают это из-за того, что в данный момент в России проходит сразу несколько подобных состязаний. Еще одно отличие этого турнира от предыдущих – в нем не участвуют девушки, только юноши от 12 до 15 лет. Мы проводили в том году девушек, позатом, но, видимо, девочки выросли, а маленькие еще не успели набрать и форму, и результаты. Так что мы решили в этом году не проводить девушек. Организаторы считают, что эти соревнования особенно важны для молодых борцов. Такие турниры часто становятся стартом спортивного пути. По итогам состязаний победителей наградили медалями и кубками. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.